Слоны и мамонты. Что общего между этими млекопитающими? Если обратиться к их родословной, то увидим, что из такого небольшого по размерам древнего ископаемого, так называемого Милитерия, началась история развития самых крупных животных нашей планеты. Они, конечно, родственники, потому что они все, современные слоны и мамонты и многие другие слоны, которые жили еще раньше, чем появились мамонты, они входят в одно семейство. Семейство – это подразделение систематическое, которое используют биологи для того, чтобы обозначить определенную группу животных, связанных с близким родством. И мамонты, и современные слоны имеют очень много общего, поэтому биологи их объединяют в одно семейство. Но если уж быть совсем точным, то мамонты и современные слоны – это не родные братья, а двоюрные. Поэтому прямые исследования с использованием ДНК мамонтов и слонов, гибридизации, они очень трудно сейчас проходят. Все-таки они довольно давно уже разошлись, поэтому их биологическое расстояние между ними очень большое. Южные слоны были предковой формы для мамонтов и жили от 2,5 до 0,7 миллиона лет назад. Они были современниками, скажем так, становления человечества. Вся эволюция ранних форм людей, она проходила на фоне сосуществования с южным слоном. Он дает потомка, так называемый степной мамонт, степной слон. Он еще называет трагонтериевый слон. Известно, что в музеях России экспонируется 8 скелетов трагонтериевого слона. Но из них полноценных скелетов всего 3. Один мы увидели в Институте археологии и этнографии в Новосибирске. Такой трагонтериевый слон обитал примерно от 800 до 400 тысяч лет назад. Ну это так очень грубо. Но он в этот период не был, разумеется, одинаковым. Ну и постепенно он в процессе эволюции видоизменился в более позднюю форму хазарского слона, который, в свою очередь, трансформировался во всем известного мамонта. Тагонтериевый слон – это один из слонов так называемой мамонтовой линии. То есть одно из звеньев эволюционной цепи, которая привела к возникновению всем хорошо известного мамонта. Этот слон был найден у нас на западе Новосибирской области в черте поселка Усть-Тарка. Причем, как это часто бывает, его нашли не специалисты, а местные люди. То есть это произошло случайно. И вот они его раскопали. Ну и пока он дошел до ученых, то есть часть костей оказалась утраченной. Вот в 89-м году он был привезен к нам в институт. Но этот слон не из самых крупных. То есть у него высота в холке примерно около 3,5 метров. А были найдены скелеты трагонтериевых слонов, у которых высота в холке еще на метр выше, то есть 4,5 метра. Ну а по находкам отдельных костей, это на территории Германии, там рост вычисляется чуть ли не до 5 метров. То есть вот трагонтериевые слоны – это, пожалуй, самые крупные ископаемые слоны, которые обитали на территории Евразии за последние миллионы лет. Трагонтериевый или степной слон был самым близким родственником мамонта. Находки этих крупных ископаемых всегда вызывают всеобщий интерес. Вот и наша съемочная группа не смогла отказаться от посещения Новосибирского краеведческого музея, где находится еще один редкий экземпляр – но мамонта. И об этом нам поведал экскурсовод музея. Этот скелет самки мамонта действительно уникален. Почему? Потому что обычно, я не знаю по какой причине, но обычно находят чаще всего именно скелеты, полные скелеты самцов мамонтов. А вот полных скелетов самок мамонтов в нашей стране всего два – в нашем музее и в музее палеонтологии, если я не ошибаюсь, в Москве. Нашу Матильду нашли совсем недалеко от Новосибирска в 1940 году, в Кочаневском районе, на реке Айош, возле деревни Вахрушево. История была совершенно обычная. Дети жарким летним днем играли в лапту, у них сломалась палка, они побежали искать палку, нашли мамонта. То есть, действительно было так, они увидели, что из обрывистого берега торчит какой-то рог, как они сказали. То есть, они, в общем-то, вытянули целый бивень. Как правило, каждому найденному скелету ископаемых присваиваются имена. И они бывают двойные. Первое связано с географическим местом находки, а второе относится к имени первооткрывателя. У Айошского мамонта есть и другое, более популярное в народе имя – Матильда. О названии. Почему Матильда? Есть такая легенда музейная, что кто-то из работников музея в шутку назвал ее мамонтильдой. А потом сокращенно получилась Матильда, и, в общем-то, вот это название так и прижилось. Скелет, на самом деле, невысокий. Высота в холке нашей Матильды 2 метра 40 сантиметров. На самом деле, самцы достигали роста до 4 метров. Это известно. Так вот, когда ее обнаружили, когда стали изучать, предполагали, что это все-таки не взрослая самка, а такой подросток. В действительности, ей где-то лет 60. То есть это уже достаточно преклонного возраста самочка. Но, видимо, пропитание здесь было не очень хорошим, поэтому она вот у нас сохранила такую стройную форму. Проскопок Матильды В этом году началась история палеонтологических исследований на территории нашей области. В целом, Матильда интересна в основном тем, что это самка. Дело в том, что самок по какой-то причине всегда и везде находят гораздо меньше, чем самцов. Ну, видимо, самцы были не очень осторожные. Часто тонули в болотах, часто тонули в каких-то водоемах. Ну, а самки, видимо, как-то больше себя берегли. У каждого экспоната есть своя история, связанная не только с находкой, но и с обретением второй жизни уже в стенах научного института или музея. Матильде повезло. Ее реставрировали несколько раз, поэтому она получила подобающий даме внешний вид и стала любимицей посетителей музея. Это мастерская музея естественной истории, где происходят все реставрационные работы, работы по реконструкции палеонтологических экспонатов, найденных либо нами в наших экспедициях, либо каких-то музеев сибирских, которые отдают нам экспонаты для реставрации, реконструкции, обновления. Мы работали с очень интересным экспонатом. Это скелет самки мамонта, мамонтихи, из Новосибирского краеведческого музея. У нее такое интересное имя – Матильда. Мы произвели полностью перемонтаж скелета, сделали новую реконструкцию ребер и лап, которые были сделаны из, опять же, старых материалов, просто из пенопласта. Мы использовали и настоящие кости, которые были найдены в фондах Новосибирского музея. и использовали новые способы, когда недостающая кость не вырезается из какого-то материала, а делается копия с кости, которая подходит по размеру. Для этого делается силиконовая форма, в которой потом отливается кость. И фактически вот эти отливки, они, во-первых, очень долговечные, прочные, и они имеют даже тот же вес практически, что и настоящая кость. И поэтому уже в готовом экспонате, в готовом скелете фактически невозможно отличить. Мы стремимся к тому, чтобы реставрация в наших экспонатах была практически не видна. Это дает большую достоверность при экспозиции и более эстетично. Мы думаем, что у мамонтов социальная организация была примерно такая, как у слонов. Вот слоны, несмотря на то, что они стадные животные, они животные очень дружные. Вы знаете, что слоны – это одни из немногих животных, которые, например, хоронят своих родичей, стараются столкнуть в какую-нибудь яму или ложбину, заваливают ветками. У них очень развита взаимопомощь, они всегда помогают больным. И ученым кажется, что мамонты вели себя точно так же. Со дня находки Матильды прошло почти 80 лет. В 21 веке ее известность и популярность перешагнула пределы Новосибирской области благодаря интересному музейному проекту. Мы также стали победителем в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» именно с помощью Матильды. Был разработан целый проект, который назывался «День рождения Матильды». Что интересно, мы этот день рождения праздновали два раза. В прошлом году мы отпраздновали сначала в мае, потом в сентябре. Этот проект очень успешно работает до сих пор. У нас практически каждую неделю мы проводим несколько экскурсий именно по Матильде. Здесь мы рассказываем о древних животных нашего края, мы рассказываем о палеонтологии и так далее, и тому подобное. И дети потом сами могут, так скажем, на практике стать юными палеонтологами. То есть пройти такой небольшой ускоренный курс. Вот здесь вы видите такая игровая площадка, где они могут найти собственноручно какие-то палеонтологические находки. Вот здесь вы видите кости различных палеонтологических животных. и определить, что они нашли. То есть на самом деле это интересно, это работает. К этому проекту, день рождения Матильды, был изготовлен еще такой интересный макет. Это мамонтенок. То есть вот видите там мамонтенок у нас. Его у нас зовут, по-моему, Дима. То есть вот это в дополнение к тому, чтобы дети и люди, в общем-то, уже воочию представляли, как все-таки на самом деле выглядели мамонты. Теперь из Новосибирска отправимся в Санкт-Петербург. Одни из первых известных мамонтов России экспонируются на берегах Невы. А один из них в начале 20 века даже попал в эмблему зоологического музея Российской Академии наук. В нашей коллекции достаточно обширную часть занимает материалы по мамонтам и мамонтовой фауне. Надо сказать, что ископаемые материалы поступают в нашу коллекцию тоже уже почти что 300 лет. Интерес к ним очень большой всегда был. И находка, которая отразилась на эмблеме нашего зоологического института, совершенно необыкновенная по степени сохранность. Академия наук в течение очень длительного времени совершала усилия для того, чтобы получить хорошей сохранности экземпляр. Рассылались специальные циркуляры в те районы, где есть вечная мерзлота. И многолетние усилия дали такой удивительный результат. Степень сохранности березовского мамонта непревзойдённая. Это единственное чучело фактически ископаемого животного. И, конечно, возможность узнать об этом удивительном виде достаточно много. Был подробно изучен. И украшает нашу коллекцию тоже с начала 20 века. История находки березовского мамонта в своё время произвела мировую сенсацию, ведь это был первый экспонат, имеющий полноценный внешний облик. Его обнаружил охотник Семён Тарабукин в 1900 году на берегу речки Берёзовка. Губернатор Якутской области Владимир Николаевич Скрипицын отправил извещение о диковинной находке в Императорскую академию наук. И следом, по указанию министра финансов России Сергея Юлевича Витте, была выделена сумма в размере 16 тысяч рублей для снаряжения экспедиции на берега Колымы в Якутию. Руководителем экспедиции был назначен старший сотрудник зоологического музея Отто Герц. В её состав вошли препаратор Евгений Пфицценмайер и студент университета. Путешествие предстояло не из лёгких. 3 мая 1901 года наша экспедиция скорым поездом выехала из Петербурга в Иркутск. Далее, 10 мая из Иркутска мы отправились на лошадях и по реке на лодке до села Усть-Кут. Затем пересели на пароход. 14 июня мы благополучно прибыли в Якутск, где запаслись снаряжением для дальнейшего пути за сибирским мамонтом. От Якутска до Среднеколымска оставалось ещё около трёх тысяч верст. Это расстояние мы проехали на почтовых лошадях, затем по реке, опять на лошадях и даже на оленях. И, наконец, 9 сентября добрались до места находки. Наступала зима и времени для раскопок оставалось мало, поэтому Отто Герц объявил неожиданный план действий выстроить над мамонтом круглосуточно отапливаемую избу. 15 октября удалось собрать первый отряд до Среднеколымска. Части мамонта повезли на десяти самодельных санях. Второй отряд следом выехал через неделю. В итоге вес драгоценного научного груза составил более полутора тонн. В погоне за временем колонне с тушей мамонта приходилось передвигаться круглосуточно. Останавливались лишь для смены лошадей, а также для приема горячей пищи. Первый отряд прибыл в Якутск 24 декабря, а второй в январе 1902 года. Из Якутска мы продолжили путь по накатанному Иркутско-Якутскому почтовому тракту. 6 февраля в Иркутске команда села на поезд до Петербурга. Вся экспедиция заняла около 10 месяцев, а путешествие полной туши мамонта никого не оставило равнодушным. На станциях толпы любопытствующих встречали поезд в надежде увидеть эту уникальную находку. В 1903 году чучело березовского мамонта было выставлено для всеобщего обозрения в музее. С тех пор прошло более 11 десятков лет и экспонат продолжает притягивать к себе внимание окружающих. Собратья по мамонтовой фауне, находящиеся в стенах зоологического музея, по воле счастливого стечения обстоятельств стали источниками получения информации о летописи прошлого. К примеру, так называемый мамонт Адамса стал первым в мире мамонтом, имеющим полный скелет. Ленского мамонта обнаружили осенью 1799 года, но ученому зоологу Михаилу Адамсу удалось добраться и увидеть этот экспонат лишь в 1806 году. И вот в начале 19 века уже имея на руках мамонта, наконец закончили все дискуссии, что такое мамонт, то ли это крот подземный, который ползает, значит, выходит на поверхность, уже все было сказано, четко, что это слон. Бивни, правда, поставили неправильно, левый и справа, правый и слева, но впоследствии уже это было все исправлено. И вот эта находка мамонта Адамса, она, конечно, как-то подтолкнула исследование. Собственно, мамонта, как животное, слона, привычное на тот момент всем тропическое животное, и как как несчастный слон выживал в условиях полярной ночи, на севере, в холоде, страшном. И, собственно, ответы на этот вопрос мы получили только уже буквально сейчас, в последние годы. В Якутске музей мамонта открылся в 1991 году. Инициатором был первый якутский ученый-мамонтолог Петр Алексеевич Лазарев. До создания музея практически все находки ископаемых животных, найденные на территории Якутии, вывозились в Центральные институты России. За 28 лет в музее собрана прекрасная коллекция, которая составляет уже более 4000 экспонатов. Сейчас по результатам работ наших ученых, и в первую очередь ученых из Якутска, показано, что эти слоны продержались практически до 20-12 тысяч лет. Я имею в виду степные мамонты. То есть нельзя сказать, что, скажем, южный слон степной мамонт, потом сибирский или шерстистый мамонт. Нет, это виды, которые сосуществовали между собой. А, собственно, наш мамонт, сибирский мамонт, он как раз и произошел здесь, на территории Якутии, Чукотки. Описано отсюда нашим выдающимся палеонтологом Андреем Владимировичем Шером. И поэтому мы можем сказать, что истоки, собственно, нашего мамонта, они здесь и находятся. Поэтому не зря называют Якутию страной и землей мамонта. Мамонта. Я думаю, что, безусловно, сенсация, это мамонт, вернее, мамонтиха, самка пожилая с малого Ляховского, с острова, которая была перевезена, неполный труп, был перевезен в холодное время, в ледник, сохранен, опять же, в замороженном состоянии в селе Казачье, с которого были взяты образцы тканей, и специалисты, гистологи, специалисты медицинского института Северо-Восточного федерального университета здесь, в Якутске, установили, что беспрецедентная сохранность тканей, невероятная. То есть, такой мамонт попадается, скажем так, раз в несколько тысяч лет. Но, собственно, музей мамонта как таковой единственной в мире. И я думаю, что, наверное, если турист, приезжающий на территорию республики, неважно, российский турист или иностранный, для него здесь одно из самых важных мест для посещения будет именно музей мамонта. Потому что уникальная вещь, и я думаю, она, как это сейчас модно говорить, входит в топ-тройку тех мест, которые надо посетить в Якутии наряду с ленскими столбами, наряду с другими достопримечательностями этой земли. Вы знаете, как я смотрю, в нашем музее мы специально поставили череп мамонта, с Берелеха, кстати, специально, чтобы детишки его трогали. Так я бы скажу, что дети с намного большим удовольствием касаются руками вот этого черепа мамонта, чем они касались бы большого интерактивного экрана, на котором будут какие-то эти фильмы или графика или еще что-то, потому что они чувствуют, что это музей, старина, древность. Вот этот ретро-стиль очень важен. И когда мы говорим именно о древности, а мамонт это древность, и музей мамонта это древность, мне кажется, не надо никаких гаджетов. Да, можно показывать какие-то фильмы где-то аккуратно, но собственно сама экспозиция, она должна быть конечно именно вот в таком ретро-стиле, в древнем стиле, потому что мы прикасаемся к прошлому. Действительно, для посетителей музея прикоснуться к частице прошлого это незабываемые ощущения, а для ученых каждая новая находка это возможность приоткрыть еще одну завесу тайны нашей планеты. Редактор субтитров А.Семкин